Дамы и господа, встречайте командные чемпионы NSW Виктор Айзенхард и Клон Экс Лаборатория! И снова здравствуйте, уважаемые зрители NSW, мы продолжаем смотреть шоу Кросс Фактор И на арене появляются командные чемпионы NSW Лаборатория Виктор Айзенхард и Клон Экс Да, если мне не изменяет память, то матч Лабораторий стал лучшим матчем 2018 года Все правильно? Да, и собственно Лаборатория в очередной раз стала командой года Это действительно короли командного дивизиона И сегодняшнее шоу должно стать интересным Потому что Евгений Медведев обещал начать турнир за первое претенденство на командные титулы NSW И вскоре мы должны узнать, с кем столкнется Лаборатория От кого они будут защищать титулы в ближайшее время Ну а пока Виктор Айзенхард хочет нам что-то рассказать Знаете, наука не всегда всесильна И последние полгода, я думаю, самые внимательные зрители заметили Я выступаю страх И после некоторых событий, к сожалению, сегодня я должен перед вами всеми Глядя вам в глаза, объявить, что я временно должен приостановить выступление на этом ринге Почему? Почему ты мне не сказал ничего? Но я никуда не сварю, как могли бы подумать И не остраиваться, все нормально Знаете, у меня есть пара новостей Первое Знаете, мы уже рассказывали эту мысль И я полностью согласен с тем, что я абсолютно недоволен фактом Что большинство наших чемпионских поясов находится в Москве Каждое шоу, почти каждое шоу К нам приезжают зарубежные гости из Швеции, Украины И многих других стран И это здорово Мы расширяем географию рестлинга не только России, но и всего мира Но в тех масштабах, в которых мы можем И здорово Но почему находящиеся здесь люди знают Но, возможно, забывают Что в этой зале есть своя школа рестинга В этом зале Вы можете 1 февраля прийти и, возможно, через год стоять вот прямо вот здесь Наобь eliminated Платят Акуда Зелянина Ведь Miguel Донского Lorenzo Ну, слава дела не делала! Игорь Соболова! Наверное. 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 И сегодня, такая новость. Полгода назад я уже узнал о своей травме. И понимаю, что мой конец, возможно, уже близок. Я начал работать над одним экспериментом, о котором даже ты пока ничего не знал. Чего? Подожди, подожди. Знаешь, мне достали фразы, что «Пиперазник, Марк, можно сделать что-то только при помощи цепных путылочек и пилюль». Нет. Я полгода работал с этим человеком. И сегодня он выйдет в первый раз с вами. Ну, сейчас мы еще об этом не знаем, дамы и господа, Андрей Чербаков. Так, ну, интересно, Андрей Чербаков. Who is it, как говорится? Вот он. Ну что ж, первый дебютант в 2019 году. Это, конечно, интересно, но крайне неожиданные новости поступили от Виктора Айзенкарта по поводу его травмы. Это, конечно, все довольно грустно, но посмотрим, что ждет лабораторию в будущем. Возможно, вот в таком обновленном составе они добьются еще больших успехов. Хотя, Clone Next покажется, конечно, явно негодует по поводу всего этого, потому что он ничего не знал. Никто не знал про меня, никто. Вот это и будет мой сегодняшний эксперимент. Ну что, друзья, вот такой вот неожиданный матч у нас, да? Новая лаборатория, это Клод Экс и Андрей Чербаков против команды Дилайта и Рогу. Вот они, красавцы, появляются. Виктор Айзенкарта представил нам свой новый эксперимент. А Дилайта и Рогу это, можно сказать, экспериментальная команда. Я не припомню, чтобы они когда-то выступали единым фронтом. Ну, Евгений Медведев же обещал нам какие-то сюрпризы, да, людей, которых мы вообще не сможем представить в одной команде друг с другом. Ну, Дилайта и Рогу, наверное, это не такая уж прям команда, которую вообще невозможно представить вместе, но это и интересно. Да, напомним, что Рогу владеет античемпионством NSW, от которого он все никак не может избавиться. Да, и который он никак не хочет показывать, даже носит как-то, чтобы не видно было, да? Стесняется, так сказать. Так, профессор, что предлагает рукопожатие, да? Ну, Дилайт сегодня настроен решительно. Уважение уважением, да, но победа есть победа. Это правильно, по скопчинному. Ну что ж, Виктор настраивает Андрея на матч. Но Клоун Экс не позволяет ему первым выйти на ринг. Он хочет начать сам. Рогу предлагает свой титул снова. Ну, он пытается продать его, можно сказать, что все-таки титул-то классный. Может быть, он захочет все-таки стать чемпионом в будущем. Ну что, полетели, Клоун Экс. Не время сейчас возникать. Рогу удар в корпус, выкручивает руку своего соперника и удары к коленам. Вы посмотрите, что делает Рогу. Это уже последний танец от Рогу. Вот так вот внезапно мы сразу получаем финишер. Да, и сейчас вот Клоун Экс что-то возникал на Андрея. Но если бы не Андрей, возможно, матч уже был проигран. Итак, ну что, Андрей, покажи, чему тебя научил профессор Айзенхарт. И чему научилась школа NSW? Безусловно. Ну, я так понимаю, что тренером основным как раз и был Виктор. Ну что, Роба пока что хорошо себя проявляет. Отличные приемы от нашего античемпиона. И так передается Дилайту. Ох, отличный полет от Дилайта. Дилайт был дебютантом года в 2017 году, насколько я помню. Да, и также бывший командный чемпион NSW. Уже, в общем-то, обладает неплохим опытом. И сейчас он может стать... Это, скажем так, первая контрольная для нашего дебютанта Андрея. Да. Командным чемпионом он был. И человек, который не проигрывал свое чемпионство. Команда. Ну что, это уже дела минувших дней. Мы движемся только вперед. Смотрим только в будущее. И сейчас Дилайт экзаменует действительно Андрея. Итак, разбег от Дилайта. И... Отличный... Такой клоузланд в угол ринга. Дилайта. Фислинг Блейд проводит Андрей. Ничего себе. Такой первый успешный ход от дебютанта. Ничего себе. Зря он время не терял, да. Профессор Айзенхарт рад за своего подопечного. Но и выход тоже на бомбу был. Но не получилось. Сворачивание. Один. Два. Нет. Ну, Андрей демонстрирует неплохую подготовку и силищу. Вы посмотрите, какая бомба. Да, пока что на удивление хорошо себя проявляет Андрей Чербаков. Единственное, что меня смущает, это то, что командной работы от вот этой новой лаборатории пока, наверное, можно не ждать. Очень уж как-то прокладно настроен клон Экс по отношению к своему новому напарнику. Но он и на своего старого напарника, как понимаю, в обиде. Поэтому, возможно, сейчас, да, возможно, сейчас, конечно, не стоит ожидать какой-то командной работы. Но только от одной команды, так и от другой. Все-таки Дилайта Робут тоже. Новая команда. Ну что, тем временем Дилайт получает Биг Бут от Экса, и Экс сейчас трамбует нашего рыжеволосого рестера. Но с другой стороны, сейчас Экс может доказать профессору то, что он его лучший проект, то, что, может быть, другие проекты ему и не нужны. Ну, что ты говоришь вообще такое, а? Лучший проект. Так, ты забыл, кто его лучший проект или что? Мне кажется, у него есть какая-то определенная зависть сейчас. Дилайт, конечно же, не сдается. Он заряжается от публики. Потихонечку поднимается, бьет по корпусу Экса. И сейчас я уверен, что у Дилайта получится освободиться. Да, он его запускает. Большая скорость в этом матче. Уворачивается Дилайт от удара еще раз. И... Клон Экс все-таки подловил Дилайта. Удары локтем. И Слинблэйд теперь от Дилайта. Попытка удержания. Раз, два, нет. Ну что, Экс немножко поплыл. Может быть, стоит все-таки передать так своему новоиспеченному напарнику? Ну, у него пока что и возможности такого нет. Наоборот, у него так произошло, что в другой команде. И это командная работа от Робу и Дилайта. Отличный такой нэкбрейкер и сплэш получился. И Андрей Щербаков снова уже был готов вмешаться в этот матч. Но Клон Экс пока что справляется сам. Ну что, Андердог, давай докажи, чего ты стоишь. Что значит античемпионство? Что это не просто какая-то черная метка, это тоже титул. Отличный удар коленом от Клона Экса. И сейчас вот как раз отличная возможность, да. А, он передал так Виктору по привычке. Забавная ситуация. Но нет, все-таки у нас Виктор Эйзенхарт не участвует в матче. И так был передан нашему дебютану. Какой шотган, дропкик от Андрея. Отличный дропкик, да, просто великолепно. Очень хорошо себя показывает Андрей. Его в этом матче пока что можно только похвалить. Клон Экс. Великолепный elbow drop. И сплэша от Андрея. Один, два. Дилайт спасает своего напарника и спасает этот матч от того, чтобы он закончился сейчас. Дилайт выбрасывает Андрея за пределы ринга. И сейчас Дилайт будет летать. Нет, полет не получился. Так, за рингом сейчас происходит какая-то заварушка. Сюда и Эйзенхарт подоспел. А Робу тем временем уже на втором канате. И сейчас античемпион будет прыгать. Он просто всех ссибает с ног, выбивает страйк. Да, очень интересный матч получается. Да. Робу возвращает Андрея внутрь четырехугольника. И выходил в основу на свой финишер, насколько я понимаю. Но получил спинолом. Сайдвок слэм от Андрея. И теперь он хочет что-то провести с канатов. Интересно, что же он заготовил. Интересно получилось. Такое сальто, да, в Андрея. Очень больно сейчас Робу. И такое ощущение, что Андрей уже готов заканчивать этот поединок. Но рано-то и готов заканчивать его, друг, говорит Дилайт. Прямо в затылок такой мощнейший удар. Дилайт! 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 Да! Лаборатория сегодня снова на коне. Именно Андрей приносит победу. Я думаю, это как раз и обидно. Клону Эксу. Ну, я не знаю. Может быть, все-таки Клон Экс немножко подумает уже. Придет в себя и поймет, что напарник это хорошего для себя он приобрен. В лице Андрея Щербакова. Еще раз выражаем ему респект. Действительно, молодец Пальм. Ну, Дилайт, конечно, расстроился. Может быть, больше команды Дилайт и Робу мы не увидим, кто его знает. Ну, на самом деле, их тоже хочется похвалить. В команде они выступили замечательно. Ну, а Лаборатория будет жить. Правда, жить она будет, конечно, интересной жизнью. Ну, а нам за этим будет очень интересно наблюдать. Ну, Лаборатория это вообще такая команда, за которой, мне кажется, всегда было интересно наблюдать. Уже несколько лет они выступают в NSW и при этом постоянно преобразуются, постоянно меняются. Прямо как и в настоящей химической лаборатории, где все время идут какие-то химические реакции, какие-то процессы. Так и команда. Лаборатория не стоит на месте и все время показывает что-то новое. Ну, а тем временем Робу все еще остается на ринге и с грустью смотрит на свой титул. Кажется, у него есть какое-то предложение к Дилайту. Я сегодня не защищал свой титул Давайте поможешь мне от него избавиться Нет, нет, нет Так, и Робу предлагает Дилайта свой титул Но вы посмотрите, Егор Соколов из ниоткуда просто возникает И Робу защищает своего сегодняшнего командного партнера Егор получает античемпионство по голове Соколов, Соколов, подожди секунду Я бросаю тебе открытый вызов на следующее шоу Этот титул Не бойтесь, не бойтесь Мы уже знаем По крайней мере, один матч, который пройдет на следующем шоу Робу сделал вызов на матч Егору Соколову И Егор, судя по всему, согласился Это будет матч за античемпионство Егор Соколов против Робу Да, это, конечно, серьезный вызов Но я думаю, нас ждет интересный матч Редактор субтитров А.Семкин